Субтитры делал DimaTorzok Но иногда ты смотришь на какие-то уголовные дела и исходя из последовательности, что происходит вокруг этого дела, ты понимаешь, что оно очень странное. Есть такое ощущение, что кому-то очень нужно этого человека посадить. В Ставропольском крае арестовали бывшего министра туризма Трухачева Александра Владимировича. А на момент задержания в 1922 году он был исполняющим обязанности ректора Ставропольского аграрного университета. А задержали его за то, что якобы в 1920 году, по версии следствия, при организации фестиваля фейерверков были какие-то махинации. А мы находимся на открытии международного фестиваля пиротехнического искусства в курортном городе Синтуки. Такого масштаба фестиваль фейерверков на Ставрополе проводится впервые. Это мероприятие внесли в 50 самых интересных для туристов событий из России. Мы сейчас разбираемся в этом деле, там много чего интересного. Но вот что сразу бросается в глаза. Трухачев, как бывший министр с 1917 по 1921 год, безусловно, обладал властными полномочиями. И когда такого человека, такого уровня, арестовывают, заводят уголовное дело, то если не само расследование уголовного дела, то хотя бы судебное следствие переносят в другой регион. Это, в общем-то, такая практика. Случай в сколько угодно. Потому что может быть конфликт интересов. И возможность переноса этого дела в другой регион рассматривался в Верховном суде. Но Верховный суд отказал такой возможности. Причиной, по которой мы полагали необходимым обратиться в Верховный суд за изменением территориальной подсудности уголовного дела по обвинению экс-министра Трухачева и других лиц в совершении действий определенных, было то, что даже видимость имеет значение. И это явилось обстоятельством, которые порождали сомнения наличия властно-распорядительных полномочий у бывшего министра, у другого фигуранта данного уголовного дела, экс-министра Реута, и у потерпевшего в лице Министерства туризма Ставропольского края. Поскольку по той практике и тому конституционно-правовому толкованию данному конституционным судом следовало, что даже наличие сомнений и даже наличие видимости, которая может возникнуть у стороннего наблюдателя, достаточно для изменения территориальной подсудности. Потому что важно то, какое доверие вызывает суд в демократическом обществе у обычных граждан. И я тут хочу акцент сделать. Причины достаточно одной для переноса в другой регион рассмотрения дела. Что может быть такая перспектива давления на судей, конфликты интересов. Но почему-то прокуратура с этим не согласна. Ну и суд встает на ее сторону. Есть такое ощущение, что кому-то очень надо, чтобы это дело оставалось там. Чтобы его рассматривали в Ессентуках. И вот 31 октября пройдет очередное судебное заседание о продлении меры пресечения. Это 159 статья. Экономическое. Мошенничество. Сколько раз президент говорил, что не нужно сажать людей по экономическим статьям. По 159 в том числе. Но тут это не насильственная статья. Это не преступление против личности. Но тут вот прям вот такое ощущение, что кому-то очень надо, чтобы человек сидел в СИЗО. Ну посмотрим, что будет 31 октября. Наша съемочная группа будет на месте в суде. Будем следить за этим делом. А пока что до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова